За четыре с лишним года войны мы все увидели, как российская пропаганда даже из самого недалекого человека без каких-либо моральных принципов может слепить героя. Они просто взрастили ряд таких шизофренического вида мужичков. Это легендарный Дремов, это Мозговой, это Гиви, это Моторола. Но также мы отчетливо поняли, что эти звезды падают так же быстро, как и загораются. Пожалуй, самым ярким представителем этого процесса был Павел Дремов. Уже через год после того, как ему дали в руки оружие, Дремов возомнил себя большим начальником. Да настолько большим, что позволил себе наехать на самого Плотницкого, который в то время все еще был кремлевским наместником в ЛНРе. Глава области Владимирский в данный момент скрыт на деньгах. У ворованных деньгах народа. Единственное, кто воровал и воруют, это Игорь Плотницкий. А потом вообще позарился на святое. Хватит надеяться на Владимира Владимировича Путина. Обещание было. Море. Вот такая море и еще маленькая коробка. Громогласные заявления новоиспеченного борца за справедливость услышали в Москве и отреагировали соответствующе. В самопровозглашенной Луганской народной республике официально подтвердили смерть одного из командиров местного казачества Павла Дремова. По различным данным, Дремов то ли ехал на празднование своей свадьбы, то ли уже после, когда его машина взорвалась. По информации, которая поступила с места происшествия, произойдут подрывы атамапипы. Так свадьба атамана Дремова превратилась в его же поминки. Своей смертью он лишь продолжил традицию силовых зачисток, начатую еще в 15-м, с расстрела автомобиля Александра Беднова по прозвищу Бэтмен. Александр Беднов погиб. Его подло из засады расстреляли. Сразу после происшествия в ЛНР заявили, мол, не подчинялся приказам, мародерствовал и убит при задержании. Прокуратура ЛНР признала, что Александр Беднов Бэтмен погиб в перестрелке при попытке его задержания. В этом первом убийстве несмышленные еще пропагандисты даже не пытались скрыть факт передела власти на оккупированных территориях. В следующих ликвидациях неугодных боевиков они уже стали прикрывать свои бандитские разборки мифической украинской ДРГ. 25 мая 15-го года. Командир батальона «Призрак» убит. Версия о диверсионно-разведывательной группе, сокращенно ДРГ, сейчас ключевая. Легенда шита белыми нитками. Ведь почерк покушения прямо указывает на все те же внутривидовые разборки. Машина «Мозгового» подорвалась на фугасе, после чего была расстреляна с четырех сторон. Погибло семь человек, включая его пресс-секретаря и охрану. Нападавшим были известны не только марка и номер машины командира батальона «Призрак», но точное время, когда Алексей «Мозговой» будет проезжать через село Михайловка. Напомним, Алексей «Мозговой» был одной из ключевых личностей, на которых была возложена задача по разжиганию войны на Донбассе. Мы построим Новороссию народную и социалистическую. Его любила российская пропаганда. Ведь бравый, идейный, уважаемый среди боевиков человек. Хоть и безжалостный убийца, но в РФ на такие вещи принято закрывать глаза. Именно его подразделение сыграло одну из ключевых ролей при окружении украинских силовиков под Дебальцево. Но любовь Кремля длилась до тех пор, пока заявления «Мозгового» не стали расходиться с генеральной линией. Вы считаете, что это правильно? Это все бизнес. Чистейший бизнес, вот и все. Можно создать одну волну, на противодействии которой создаем другую, зарабатываем и там, и там. Все. Прямые выпады против российских кураторов один за другим появляются в сети. Коротко скажу, меня не устраивает в 21 веке подход к решению боевых задач, как в 41-м году. Мы всего лишь инструмент у тех людей, которые когда-то нас разделили и теперь властвуют. И нас столкнули, как я уже приводил пример, как двух баранов. Два барана на мосточке, которые расшибают себе лбы, не зная при этом за что, почему и зачем. Так в один момент бригада Алексея Мозгового стала для кремлевских кукловодов таким же незаконным вооруженным формированием, как и для Украины. Неконтролируемым и имеющим свой взгляд на будущее ЛНР. ДНР, ЛНР – это главные враги. Это самые непредсказуемые, прежде всего, враги. Еще неизвестно, что от них ожидать, какого предательства, кроме того, что уже происходит. И все, что несет какие-то стратегически важные объекты, стратегически важные пункты для государства, оно должно принадлежать народу, государству и нести прибыль в бюджет, а не в чей-либо отдельный карман. И вот вдруг его машина подрывается на фугасе. Ярчайший пример того, как кремлевский социальный лифт сначала возвышает человека до героя, а потом на нем же его сбрасывают вниз. Метафора воплотилась в реальность с главной звездой российской пропаганды Арсением Павловым или Моторолой. По предварительным данным, в лифте дома, где проживал Арсен Павлов, сработало самодельное взрывное устройство. Моторола был воплощением такой привлекательной для русских наемников донецкой мечты. Обычный автомойщик, не отягощенный интеллектом, благодаря садистским наклонностям и отсутствию моральных принципов, становится в один миг уважаемым человеком из телевизора. Аэропорт ваш? Ну так, ты сейчас в аэропорту? Я по полдейсерам забирал. Загадок? Откуда? Забирал терминал. С какого? С какого терминала? Терминал наш уже неделю. Уровень цинизма российской пропаганды уже невозможно описать словами. Ведь люди, которые пишут, а потом транслируют подобную ересь о боевике и террористе, прекрасно знают, что Арсений Павлов самолично расстреливал украинских пленных. Он сам признался в этом в телефонном разговоре с журналистом издания «Киевпост». И вот внезапно красивая сказка из грязи в Герои Новороссии закончилась самым логичным образом. Медийный персонаж Моторола отправился на тот свет к своим товарищам-боевикам. Представить, что некие украинские диверсанты пробрались в центр Донецка и установили взрывчатку в лифте боевика, мог бы разве что воспаленный мозг сказочников вроде Эдуарда Басурина. Логичнее предположить, что его убрали свои же. Убирали на пике славы, чтобы оставить зазор для новых людей, из которых при случае можно сделать новых гиви. Это как в шоу-бизнесе. Одну звезду раскрутили, надо делать новый хит и выводить кого-то на сцену, чтобы поток был постоянным. Звездная болезнь боевика Моторолы пустила социальный лифт в обратном направлении. И теперь об актере, который так и не получил Оскара, напоминает разве что звезда на доме, где он почил. Аллея террористической славы знаменита и еще одной звездой. Принадлежит она боевику Гиви. Лучший друг и телесоратник Моторолы... Когда мы вместе были, все равно поносил нам удачу. ...потерял свою удачу вместе с кончиной товарища. И пополнил список уничтоженных боевиков 8 февраля 1917 года. ДНР погиб командир батальона ополчения Сомали Михаил Толстых, известный под позывным Гиви. Самоотверженный командир буквально сгорел на работе. Взрыв, оборвавший карьеру звездой Недороссии, прогремел прямо на базе батальона, которым командовал Толстых. Гиви погиб в собственном кабинете. Драматический талант Гиви идеально сочетался с замашками Моторолы. На пару с закадычным дружком они в свое время быстро превратились в звезд российского телевидения. Начну Гиви все крупнейшие битвы. Славянск, Иловайск, Донецкий аэропорт. А вот как эта звезда по прозвищу Гиви сделала себе имя. И ты узнаешь, что такое настоящий ад. Ад! В кадры попала самая мягкая часть допроса. Перед этим нас избивали долго. Стреляли над головой, угрожали отрезать пальцы и уши. В кадре Гиви достает мачете из ножен, делая вид, что собирается рубить нам головы. Это фирменный стиль Гиви. Он все время как киноактер рисовался на камере журналистом. Из интервью Олега Кузьминых, киборга, порталу «Страна». Сценарий падения очередной террористической звезды так же прост, как и история его успеха. Зазвездился, расслабился. Стал слишком много говорить. В одном из последних интервью одиозный командир ляпнул, чего не следует. Фактически подтвердил в эфире Центрального телевидения наличие в молодых непокоренных республиках кураторов извне. Будем готовиться к очередным выполнениям поставленной задачи страны Министерства обороны, главу государства и высшестоящего руководства. Да и то, как убили боевика, указывает на участие своих. По имеющейся информации, в его кабинет был произведен выстрел из огнемета «Шмель». Покушение организовали в самом сердце расположение «Сомали», которое является каким-никаким режимным объектом. Просто кто-то внутри любезно открыл дверь. Русский мир не жалеет никого. Он уничтожил практически всех звезд – идейного, мозгового и недалекого Гиви. Даже те, кто успел сбежать в Россию, погибли при загадочных обстоятельствах. В одном из ресторанов на Рублево-Успенском шоссе убит лидер украинской общественной организации «Оплот» Евгений Жилин. В Подмосковье из-за сердечного приступа скончался первый глава Луганской народной республики Валерий Болотов. В один день с Болотовым умер еще один защитник «Русской весны» – боевик Сергей Третьяков. В «Некрологах» отмечается, что заместитель министра труда и социальной политики ДНР занимался возрождением социальной сферы в оккупированном Дебальцево. Причиной смерти сепаратистские СМИ называют «оторвавшийся тромб». Однако что произошло на самом деле, вряд ли станет известно общественности. Как показывает практика, террористический и социальный лифт, который поднял всех этих особей наверх, исправно работает и в обратном направлении. Их время прошло, и они стали таким себе расходным материалом этой войны. Соответственно, с ними и не очень долго игрались. Когда их время прошло, их просто убрали. Бандитов и убийц неизбежно ждет печальный финал. Одних убьют конкуренты, других зачистят спецслужбы РФ. И максимум, на что они могут рассчитывать – это пышные похороны на камеру. РФ.